Электричество. Какое отношение имеет к духовной жизни? Никакого. А что же имеет к духовной жизни? А к духовной жизни имеет отношение расположение твоего сердца. И мотив. Из каких соображений ты идешь бабке за лекарствами? У тебя какие соображения? Ты что этим преследуешь? Может быть, чтобы бабка тебе завещала квартиру. Это один мотив. А может быть, чтобы она не стонала от боли, а успокоилась, заснула и тебе дала поспать. Разные могут быть мотивы. Но только один мотив является духовным поступком. Если ты это делаешь ради Христа, потому что Он так сказал. А ты, как ученик послушный, исполняешь волю своего учителя. Вот этот поступок называется духовным. И если каждый из нас на себя посмотрит, в чем мотивы моих поступков? Какая мотивация, что мы детей там в школе учим? Или какая мотивация, что мы отправляем их в кружок английского языка? Или там на фигурное катание? Какая мотивация? И сразу выяснится, что мы очень далеки вообще от Христа Бога нашего. Воспитание детей мы вообще такого, как Иисус Христос, вообще не рассматриваем.